Оля, привет. Привет, Антон, рада тебя видеть. Ух ты, в какой классной обстановке. Да, да, я за рулем, поэтому, ну, в смысле, я сейчас без руля, все хорошо. Ну, понял, не, но все равно классно, знаешь, я люблю такие вот нестандартные ситуации, как правило, они приводят к нестандартным результатам в сессиях, по опыту могу сказать. Рад тебя видеть, что, а, ну, первое, конечно же, эта сессия сейчас записывается, и я хочу спросить твоего разрешения, согласна ли ты на это? Да, согласна. Она будет также в будущем опубликована на канале, YouTube-канале ICF. Да, отлично, согласна. Еще в конце, ну, естественно, в конце я еще раз спрошу. У нас с тобой будет порядка 35-40 минут, и как тебе такое предложение, что если мы сейчас не будем озвучивать все стандартные договоренности, поскольку они между нами есть, а непосредственно двинемся. Да, согласна, чтобы времени терять. Тем не менее, мы сейчас в демо-обстановке, такой не совсем стандартной, не так, как обычно. Может, есть что-то, что нам нужно обсудить, проговорить, может, каких-то тем не касаться? Да, в принципе, нет. Я думаю, что как пойдет, так пойдет. В процессе уже, если вдруг что-то, я скажу, что да, тогда стоп. Окей, ну, ты же помнишь, что самое главное, чтобы тебе было комфортно. Если что-то пойдет не так, дай, пожалуйста, знать. Да, хорошо. Тогда о чем поболтаем? Слушай, поймала себя на мысли, что почему-то очень сильно волнуюсь. Прямо очень сильно, даже как-то неожиданно на самом деле, потому что даже на учебе, сколько я рвалась вперед, и это было абсолютно спокойно. Значит, про что я хотела? Извини, извини, перевер, поддержу тебя, у меня такое же состояние. Ну ладно, будем вместе бояться. Да, да. Как мультик. Значит, смотри, по теме, да, запроса. Мне сейчас, наверное, знаешь, мне хотелось бы видеть какую-то стратегию свою финансового роста. Поскольку стратегия моей учебы и прокачивания каких-то компетенций, навыков, да, этот этап у меня условно закончился. То есть, да, я прошла, как я говорила, там много разных обучений за год, внедряла все это в свою практику потихоньку. Вот. И сейчас, наверное, как раз вот тот этап, когда нужно не просто внедрять, не просто использовать, а использовать еще и в плане финансового роста. То есть, что я могу сделать, как я могу сделать, чтобы и был финансовый рост, ну, безусловно, параллельно и профессионализм, да, то есть экспертность, так скажем. Ну, вот так вот, наверное. Вот. Потому что, как я понимаю... Ну, в общем, вот так, да, на этом остановлюсь. Вот так вот. Одними из первых твоих слов были увидеть стратегию финансового роста. А как ты ее видишь сейчас? Слушай, это как-то, знаешь, это как-то очень плоско и очень банально. Я бы так сказала. Ну, то есть, условно, нужны клиенты, нужен какой-то курс. Вот честно скажу, меня от слова курс уже немножко потряхивает, да. Может быть, слишком было много обучения, а может быть, это просто уже, знаешь, какой-то стереотип сложился, да, что обязательно нужно писать какой-то курс. Ну, типа такого, да. И у меня прям уже отторжение вот к этой теме, что писать, как я говорила ранее, да, у меня на три дня курс написан там по детской тематике. Дальше должна была быть там взрослая тематика уже, да. Ну, блин, вот сопротивление у меня, что ли, я не знаю, я не могу его дописать. И, с другой стороны, есть не то чтобы убеждение, а понимание, что но без курса тоже можно. Ну, кто сказал, что только курсом ограничиваться и только нужно обязательно сделать хотя бы один курс? Вот эта фраза у меня в голове, понимаешь? Вот. И как-то меня, может быть, даже тормозит вот в этом финансовом вопросе, финансовом росте. Потому что как бы фокус, понимаешь, фокус рассеивается. Я вроде и там, и с другой стороны не там, потому что сопротивление есть. Не знаю, может быть, с сопротивлением, что ли, с саботажем нужно работать. Но можно же без него, но можно. Но не все же пишут курсы, не все же делают курсы. То есть мне интересна индивидуальная работа, мне интересно работать с каждым человеком. То есть мне важно чувствовать человека. Вот. И это о чем я говорила? Что-то я ушла далеко, как в гипнозе. Это про то, да, как мне, что мне сделать. Вот эту стратегию. А, как я видела стратегию. Вот примитивно, вот так вот плоско. А какой бы ты хотела ее видеть? Вот она сейчас плоская и банальная. Вот передо мной сейчас прекрасная реклама на большом, огромном щите. Арт-аура какой-то, да. И там огромный сапфир или что это. Огромный сапфир, он объемный. Он такой, знаешь, вот как бы с гранями вот с этими искрящимися, да. Вокруг него много маленьких бриллиантиков. Вот на всю, на всю этот квадрат, да, на стену. И вот мне бы хотелось видеть в объеме, что ли. В объеме, чтобы, ну, как бы с разных точек, а не только вот так вот сверху вот плоско, да, на вот эту плоскую штуку. Знаешь, что просится слово, обычно то, о чем ты говоришь, называют 2D и 3D. 2D это плоская, а 3D как бы объемная в трех плоскостях. Ты об этом сейчас? Да, и даже, может быть, уже 5D, понимаешь? Потому что даже 3D уже... Ну да. ...вторяло все это, мне кажется. Если вот эту метафору 5D-стратегию переместить все-таки в реальность, что это будет, вот если по пункту. У меня, знаешь, у меня пришло, например, это, во-первых, какие-то живые мероприятия, но в силу всяких там вот этих вот нынешних модных ограничений, при том, что я еще живу не в своем городе, да, ну это понятно, это я уже сама ограничения наложила, наложила. Видишь, как ловко отследила сразу, да? Значит, это будет онлайн, что ли? Ну это какой-то очень массовый онлайн, то есть это какие-то... Это одна из граней. Это, знаешь, массовый... Сейчас, подожди, я запишу секундочку. У меня хорошо тут тетрадочка даже лежала в бардачке. Вот, я записала себе, то есть... Ну, то есть, если финансовый рост, что он предполагает? Он предполагает наличие... Ну, помимо того, что там экспертности и прочего, наличие клиентов... Продвижение... Но продвижение, опять же, не вот это плоское, которое там... В общем, у меня сейчас вырисовалась такая штука интересная. Мне кажется, очень, да, очень даже мне очень заходит, мне кажется. Это какой-то массовый онлайн, то есть, да, понятно, что нужно собирать людей, да, но это бесплатный массовый онлайн. Ну, типа вот как вебинары, но только не вебинары, а вот там и сразу работа, разборы, да, и сразу ответы на вопросы, и сразу, то есть, такой живой, прям интерактив, вот, интерактив, то есть движуха такая, да? Угу. Вот. Поможешь мне понять одну штуку? Стратегия для меня, да, вот чисто это как будто какое-то планирование, это вот горизонт, туда, вперед. Ты видишь, куда ты хочешь прийти, и ты понимаешь стратегию, собственно, дорога, да, как туда прийти. А мы сейчас в большей степени говорим о каких-то вот делах, которые есть сейчас, краткосрочных, о курсах, о массовый, вот этот массовый онлайн, вебинар. Как думаешь, почему так? Тема как бы о стратегии, а мы больше общаемся вот о том, что есть сейчас. Да, ну вот смотри, все правильно. Я просто рассматриваю, какие, как ты правильно сказать, не инструменты, а какие... Говори, как чувствуешь. Что я могу использовать стратегически вообще в долгосрочном периоде, да, то есть какие инструменты, например, я сейчас, если набор инструментов примерно, ну или как, не инструментов, а вот этих вот моментов пойму, то я потихоньку начну это встраивать, да, и думаю, что как я это могу... Короче, у меня сейчас, знаешь, что пришло? У меня сейчас пришло, что для того, чтобы был финансовый рост, очень важно... Очень важно, чтобы люди о тебе знали, вот. Ну, то есть как бы, да, взаимные вещи. И, ну, то есть получается, что вот, это как раз, да, про то, чтобы... Как один из вариантов. То есть, понимаешь, я просто пока не понимаю, как, возможно, это я буду в какой последовательности использовать, это, может быть, позже будет. Сейчас мне нужно, наверное, стратегически понять вообще, что я могу использовать для того, чтобы у меня был результат в финансовом росте. Что за результаты? О каком результате ты говоришь? Ну, вот опять же, смотря на какой период смотреть, например, если смотреть условно на полгода, на год, то есть это суммы ты имеешь в виду назвать, да, или что? Ну, ты можешь не называть, главное их понимать. Вот, к примеру, стратегия, да, вот, что... Можно поделюсь метафорой, да, что у меня в голове? Например, это если какая-то прямая, да, вот есть точка А и есть точка Б, куда ты хочешь прийти. Вот точка, где ты сейчас на этой прямой, и как выглядит вот эта точка Б, в которой ты скажешь, вот моя стратегия привела меня к этому результату? Ну, смотри, если я сейчас... То есть, как бы, если сейчас рассматривать, то это, безусловно, исходная точка А. Но если рассматривать в контексте какого-то прошедшего времени еще, наверное, я уже треть пути прошла. Ну, не треть, вру. 20% я прошла. Вот. Но сейчас, безусловно, если мы сейчас разговариваем и как бы рисую я эту стратегию, то, соответственно, сейчас точка А. И вот, если, например, ну, мне хотя бы на полгода сейчас понять. Вот на полгода. Чем я буду занята? Как я могу продвинуться и вырасти финансово? Я правильно понимаю, что вот за оставшееся время, сколько у нас есть, ты бы хотела составить стратегию на полгода? Да. Да. А ты уже раньше пробовала это делать? Слушай, ну вот то, что я пробовала, это у меня почему-то там этот курс постоянно вылазил, понимаешь? Вот я не знаю, мне прямо нужно взять и стереть просто это все из головы. Понимаешь? Где-то увидела, услышала, что вот надо курс, все, надо курс. Начала писать курс. Но, ну, может быть, это сейчас так, не знаю, так надо, или так модно, или еще что-то. Но я не хочу так. Я не хочу так. Я знаю, что это можно сделать интереснее, это можно сделать быстрее, и можно... Может, конечно, курсы выгоднее делать, я не знаю, там, массовостью, да? Вот мне, наверное, так неинтересно. Мне хочется личной работы. Возможно, да, возможно, здесь про какой-то период времени, что насколько я смогу обеспечивать клиента, ну, то есть, да, работать, сколько клиентов я могу брать, работать. Ну, как-то вот так. Что сейчас ощущала? Какой-то прямо у меня какая-то потерянность. То есть я, с одной стороны, видишь, сейчас понимаю, да, и до этого понимала, что будет у меня там 10 клиентов, или будет у меня на курсе там 200 клиентов, условно, да? Что делать? Нет, я все-таки останусь верна себе. Я не хочу курсу, мне хочется личной работы. Личная работа. Что ты вкладываешь в это? Просто для меня позвучало, что это не просто слова, а что-то за ними есть. Да, это индивидуальная личная работа, когда я чувствую клиента, когда я, ну, прям на уровне ощущений я не его чувствую. Ну, то есть я вижу эффект от этой работы, понимаешь, даже после одной сессии, и это как раз вот за счет личной работы, я считаю. Ну, то есть вот этой вот прям очень чуткой, плотной работы. Какие свои качества ты реализовываешь через эту личную работу? Слушай, такой вопрос сложный. Я как-то даже и не думала в этой области, и по сути я даже в процессе-то не думаю, что там происходит. То есть, ну, это вот, наверное, примерно как в коучинге. То есть ты растворяешься, ты как бы не, ну, ты не, ну, фокуса нет здесь в себе. То есть вот... Я даже не знаю, как это описать. Ну, это такое волшебное состояние, что ты его, ну, сложно его описать. Вот. Но... Ну, вот для меня как-то важно, чтобы это была честная взаимосвязь в работе. Ну, то есть я имею в виду, что не онлайн, не там... Для меня, наверное, важна обратная связь. То есть когда это удаленно и онлайн, условно, да, то есть когда массово, да, ну, не знаю, наверное, все-таки я не получаю того, что... Может быть, это про энергию, про брать-давать. То есть что я беру, то и, то есть, как говорится, что излучаешь, то и получаешь, понимаешь? Вот, наверное, это про это. То есть что я даю клиенту, то есть что я получаю от него. То есть взаимный такой обмен. Вот, наверное, да. Мне сейчас прям очень хорошо вот это легло. Я понимаю, что это не там все 100% так бывает, да, но если сравнивать с массовостью, вот с массовым каким-то курсом, то все равно здесь 90% это, ну, прям, вот, да, работает. Как вот это сейчас понимание про обмен энергиями, про личную работу, про обратную связь ты интегрируешь в свою стратегию на ближайшие полгода? Ну, тогда у меня очень четкое понимание есть, вот прям, ну, что мне это нужно. То есть вот это опять про то, что останусь верна вот этому, верна себе. Ты знаешь, вот одно дело, допустим, вот у меня есть идея там сделать какой-то трех-четырехдневный такой небольшой, там, за там 300-500 рублей, да, максимум. То есть чтобы была возможность поучаствовать, но в то же время чтобы человек не сливался, когда это вообще бесплатно, да, чтобы он, ну, хотя бы что-то там делал, да, в отношении себя. Это вот одно, но когда какие-то вот эти долгосрочные там, у кого-то там на месяц, у кого-то на два, блин, ну, нет, что-то мне как-то вообще не ложится. На три недели вот такие долгие. Ну, не знаю. У меня ощущение, знаешь, сейчас пришло, что как будто бы какая-то потеря времени. Вот что с моей стороны, что со стороны клиентов. Почему? Вот не знаю, сейчас так пришло, что какая-то потеря времени. То ли как-то знаешь, то ли как-то несерьезно, что ли, почему-то мне идет. Вот слушай, наверное, какой-то у меня все-таки стереотип сложился, что-то относительно курсов, не знаю. Что знаешь, вот, что здесь невозможно серьезно проработать то, что можно проработать индивидуально. Вот. Понимаешь? Ну, потому что все же мы индивидуальны. И у каждого... Абсолютно. 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 При прочих равных каких-то, да, абсолютно могут быть разные стратегии, там, реакции, конфликты, травмы. Ну, и все такое. Вот про что. Что невозможно закрыть, ну, не у всех там, а у большинства невозможно закрыть, наверное, какие-то штуки вот с помощью массовости. Вот так. Поэтому, да, поэтому, наверное, вот как-то несерьезно вот это пришло мне. И что из этого следует? Что следует? Вот еще что следует. Я сейчас поняла, что если, опять же, с помощью вот такой стратегии, когда бесплатные массовые онлайны с разборами, например, да, то там есть возможность у человека побыть, посмотреть на разборы и в то же время взять и понять вообще, его этот человек, готов он с ним работать или не готов. Вот так вот. Видя уже работу. В общем, я поняла, Антон. Ну, у меня сейчас точно, вот я прям, вот прям, знаешь, поняла. Я поняла, что поняла. Я поняла, что... Как я поняла, что поняла? Ну, потому что мне прямо сейчас откликнулось еще раз, и вот еще раз. Знаешь, такое, как... Все, точно. Оно. Вот так вот прям. Что надо вот этим путем идти. И все. И просто работать... Вот, брат, делать онлайн с разборами, с бесплатными, вопрос-ответ и все такое. То есть, в принципе, мне это интересно и самой, да. То есть я готова на это потратить там условно раз в неделю, раз в две недели, по 4-5 часов, чтобы проводить такие встречи, да. И вот, и тем самым потихонечку целенаправленно идти. Внутри насколько чувствуется готовность к действиям, к реализации? Ну, прям, знаешь, если 100% брать, я думаю, что 95-98%. Ну, прям такое очень четкое и стойкое понимание, да. А как из него теперь сделать стратегию на полгода? Слушай, ну, вот у меня такое ощущение, да, что, ну, как я и сказала, раз там в 10 дней проводить такие мероприятия. Плюс, конечно же, я буду стремиться к тому, чтобы делать еще оффлайн мероприятия, хоть городок и маленький, но я думаю, что это возможно тоже. И при том, что у меня достаточно много инструментов и методов, да, которые я могу использовать. вот по крайней мере оффлайн, на оффлайн мероприятиях это очень хорошо будет. Я, правда, безусловно, я пробовала, да, в этом городке проводить, не проводить, а набирать. У меня была группа, 13 человек, я провела группу, и это была бесплатная встреча, но потом, через какое-то время я предлагала встретиться уже для работы, ну, проработки, да, вот, и, ну, к сожалению, только три человека откликнулось. Может быть, люди боятся, я не знаю, может быть, они не знают. Можно я тебя подержу? Да. Три из тринадцати это неплохая конверсия, как мне кажется, чисто на мой взгляд. Ну, вот так. Если вот так объективно, как думаешь. Не, ну, может, по твоим показателям это вообще ни о чем. Нет, я соглашусь, просто для того, чтобы, ну, во-первых, там, чтобы по аренде, чтобы, да, там, по финансовой расходной части, по динамике группы, да, то есть три человека все равно маловато, то есть по динамике группы же тоже можно понять, что происходит и у кого что происходит. Вот это тоже интересный процесс. Ну, я в любом случае, я не останавливаюсь, то есть я в любом случае буду еще варианты различные предлагать. И, опять же, мне кажется, что самое основное это вот этот вот выход на аудиторию, то есть это нужно массовый онлайн с разборами, с вопросом-ответом и с... То есть люди должны понимать и видеть, как это происходит и что это можно сделать достаточно быстро. Да, потому что, возможно, многие не понимают, что это, знаешь, там, годы ходить к психотерапевту по два-три года это, конечно, ну, вариант, конечно, можно, но есть пути короче сейчас, значительно короче. Знаешь, а что ты можешь сделать, чтобы вот в этих всех процессах, ну, ты помнишь, да, что мы с тобой обсудили, ты сказала, что для тебя важна обратная связь, чувство, личная, личная работа. Что ты можешь сделать, чтобы вот в этих массовых онлайн мероприятиях, для того, чтобы во встречах оффлайн, когда не один на один, а много человек, чувствовать эту обратную связь и личную работу, которая для тебя важна. Что я могу сделать еще раз? Извини, что-то прямо вылетело. Да, хорошо. Помнишь про личную работу? Да, да, да. Про чувство давать-брать. Да, да, да. Ты говорила, что это возможно в индивидуальном формате. Да. Но у тебя также будут массовые мероприятия онлайн и оффлайн группы. Что бы ты могла сделать, чтобы получать эту обратную связь, давать и получать вот эту энергию, обмен энергии? Слушай, ну это, например, в оффлайн мероприятии оно чувствуется сразу же все, да, то есть, безусловно, личное присутствие, да, оно дает это почувствовать. Вот. если в онлайне индивидуально там тоже это чувствуется, а если массово, если массово, то нет, ну там тоже, понимаешь, там же тоже динамика. Единственное, что это живое, да, это не вот тот курс, который ты там, грубо говоря, написал, рассказал, дал задание, и потом эти задания, ну, на них как-то там реагируешь, да, отвечаешь, даешь обратную связь. Ну, то есть такая, вот знаешь, в одну сторону, вот, в одну сторону я вот этого не хочу. То есть, а так получается, что вот, например, все вот эти, знаешь, бизон там, еще где-то там проводятся, да, вебинары, вот в одну сторону вот мне неинтересно. Мне нужна живую группу, чтобы это было с обратной связью. Вот как в Зуме, например, да, я летом практиковала, то есть вот с весны по лето я практиковала, но это было, знаешь как, это я просто в чат опять же наш, да, там скидывала ссылку и предлагала. И вот мы там раз в неделю собирались, то есть было достаточно много встреч, и проработки были в том числе, да, и теория была, и вопрос-ответ там, и практики были, все было. Но это не было массовостью, то есть это было там 50 человек в чате и 12 человек на встрече. вот, и вот это мне интересно, вот это вот прям с обратной связью, ну, то есть вот с ощущениями, живая такая встреча, вот это да, это мне интересно. Это вот, знаешь, мне сейчас пришло, как, например, я не знаю, как проводится наставничество групповое, но я предположу, что так же, как и групповой коучинг, то есть, ну, вот группа собирается в онлайне, в зуме, да, и идет взаимодействие не в одну сторону, вот, и примерно вот так же. Вот. Ну, то есть я сейчас в очередной раз еще раз поняла, что вот этот курс, который, как я там написала и предполагала, нет, неинтересно, поэтому, наверное, он и зависит. То есть я, может быть, не осознавала, вот сейчас спасибо тебе большое, прям реально, наверное, я не осознавала, почему у меня затормозилось, почему я, у меня прям саботаж, прям вот ничего не мешает сесть и написать, три дня написано, много там, не знаю, с домашками, со всеми делами, когда только азарт был, но потом, ну, что-то происходило, что такое, знаешь, видимо, какое-то такое завуалированное понимание, что это будет вот в одну сторону, вот. Ну, возможно, можно это как-то сделать в две стороны, но я не, как, ну, там, там идет теория, это как вот на вебинарах дается теория, там, или в записи, например, да, и домашнее задание, и потом ты домашнее задание, это же тоже, да, требует времени, кураторов там, или еще что-то, чтобы домашнее задание обрабатывать, отвечать. Вот, наверное, вот, да. Ну, кстати, вот, наверное, знаешь, очень важная сейчас поднялась вот эта тема, то есть, даже не столько финансовый рост, сейчас поднялась тема, которая влияла, влияет на финансовый рост, да, так или иначе, и вот это осознание, что для меня очень важно вживую, в обе стороны, взаимодействие, коммуникация, чувствование, слышание, видение, клиента, как бы, участника, да, вот это все, наблюдение, ну, то есть, одним словом, исследование, вот это для меня очень важно, вот, вот это круто, кстати, да. Можешь рассказать, ты сказала, влияет на финансовый рост показателя, механизм этого влияния написать? Ну, то, что, смотри, то, что казалось неочевидным, да, оно меня просто тормозило, и у меня расфокусировка шла просто, вроде как бы надо дописать, я же уже начала, надо дописать, надо доделать, надо запустить, да, и все, и ничего не делается, все, что угодно делается, читается, пишется, изучается, там, еще. Знакомо, знакомо. Да, да, все, что угодно делается, но только не это, а в голове-то гештальт, он не закрыт, и ты такой, блин, ну, надо же написать, и вот это все, понимаешь, у тебя расфокусировка, энергия не туда, совершенно не туда, и все, и тормоза, то есть, и ты как бы потихонечку продолжаешь работать, так, как ты работал, просто вот в частном порядке, есть клиент, есть, нету, значит, там, ну, привлекаешь потихонечку, да, то есть, а вот, чтобы вот эту, немножко пересмотреть стратегию, да, или, ну, то есть, отказаться от этого курса, и сделать по-другому, то есть, почему-то вот, ну, вот, ну, то есть, это было для меня неочевидно, вот, вот, у нас еще есть целых 10 минут, хочу узнать, что сейчас со стратегией, слушай, ну, мне сейчас значительно полегче стало, прям, я выдохнула, я поняла, что мне можно не писать этот курс, избавил, избавил, да, от мучения, самое главное, знаешь, нет, самое главное, что можно по-другому, нужно по-другому, и все-таки, вот это же не зря, когда ты не через напряжение, не через себя перешагиваешь, надо же дописать, я же написала три дня, надо запустить, ну, потому что вот надо хотя бы один курс, ну, не знаю, откуда это взялось, прям мне вот эта вот фраза, вот, и мне, ну, то есть это освобождение, понимаешь, то есть я понимаю, что можно не писать, и можно вообще по-другому, и фокус там сейчас можно раз, собрать, сфокусировать, да, и уже направить-то на более вот продуктивную какую-то работу, и расписать себе уже вот эту стратегию. Вот эта продуктивная работа, ты ее сейчас насколько четко представляешь? Ну, смотри, если не накладывать никаких ожиданий, чтобы потом не разочаровываться, да, то, собственно, я предполагаю, что это может быть, эффект может быть и сразу, может быть и не сразу, ну, то есть любая работа предполагает работу, да, и без, так скажем, излишних ожиданий, да, вот без, то есть просто работать и делать, и все, и мне кажется, все, ну, то есть понятно, что нужно будет привлекать, я не знаю, там, может не таргетолога, может быть блогера, да, но чтобы побольше людей набрать, да, ну, набирать, то есть с какой-то периодичностью набирать больше людей, и чтобы о тебе узнавали как можно больше людей, ну, и все, то есть, знаешь, это вот про, больше про процесс, то есть про, про наблюдение в процессе и получение удовольствия, ну, то есть ты делаешь, это слово, слово сейчас, оно до этого не звучало, как думаешь, почему о нем вспомнила? оно звучало по-другому, то, что мне нравится делать, да, не то, что нужно запустить курс, а то, что мне нравится делать, чтобы, вот этот атлет, да, там, с клиентом, чтобы в этой энергии быть, вот, а тут про то, что удовольствие, что, ну, делать то, что тебе нравится, вот, все, то есть, это вот как, то, что тебе нравится, и то, что ты хочешь, знаешь, для меня, для меня это о свободе, делать то, что тебе нравится, и то, что ты хочешь, да, согласна, для меня тоже, да, это вот на прошлой сессии, когда, это вот как раз делать то, что нравится, делать то, что нравится, и твоя работа, которая тебе нравится, да, то есть это вот все в одно. Это, да, вот про свободу, да, да. И опять же, здесь не просто свобода, тут в большей степени свобода выбора. Да, пусть вообще, вот не захотела курс, не стала писать, понимаешь? То есть не потому, что там надо хотя бы один, а вообще не надо. Вот. Еще, знаешь, держу в голове с самого-самого начала, думаю, знаешь, обычно вопросы, как бы они вот появляются из контекста, но вот этот вопрос у меня держится в голове. Ты так ярко описывала свой бигборд, помнишь, как свою стратегию? Если сейчас переложить нашу сессию на визуализацию этого бигборда, пиши, пожалуйста. Слушай, ну вот сейчас интересно, сейчас я, вот у меня фокус и даже не фокус, а основную часть, которую я вижу, это не целый сапфир, да, или что это, сапфир, вот, а сейчас очень ярко, ой, извиняюсь, все-все, напоминание, очень ярко, сейчас у меня центральная вот эта грань по центру, которая, вот она очень прям центрально сейчас вырисовывается, или для меня это, знаешь, про что? Что я все правильно сейчас думаю, вот я правильно сейчас все акценты расставила, и ну, то есть, знаешь, как второстепенное все ушло, вот вообще его не видно, и есть только вот главная часть, и вот главная часть это как раз то, о чем я сейчас говорю, вот о том, о чем была сессия, да, то есть про убрать лишнее, что если не хочу, то если есть саботаж, значит, это все не то, это все убирать надо, то есть, что я все правильно размышляю, и правильно иду, вот, ну, то есть сейчас пока у меня правильное видение, ну, условно правильное, то есть, да, я имею в виду, что как будто бы более четко и понятно стало, все, все ненужное отсеялось, а главное, вот оно осталось, и причем оно в центре, понимаешь, то есть центр, вот, и я бы даже сказала, что этот центр, это я, то есть я в нем тоже, вот так вот, сияешь? Еще пока нет, но уже главное, в следующий раз, если сессия у нас с тобой будет, я потом на это место сюда приеду, специально. Волшебная, да, будем якорить. Да, я тебе скину, классная прям такая картинка. Есть идея, что ты даже без меня сюда можешь приезжать и смотреть. Я сейчас фотографирую еще, обязательно. Да. Но вот прям, знаешь, очень четко, прям я вот второй раз посмотрела, и разница до и после, она не просто очевидна, а она, то есть, вот этих бриллиантов, их по кругу вообще, они как будто бы даже, знаешь, как будто бы они даже дальше стали от камня, хотя они все как будто бы прикреплены, понимаешь, но они сейчас смотрят, как будто бы дальше, а вижу центр. Круто, круто, мне нравится. Знаешь, что сейчас опять в голове всплывает? вижу цель, не вижу препятствий. Знаешь, да. Вот на данном этапе, я думаю, что да, все правильно, ну, потому что это наиболее для меня прямой, я так скажу. не знаю, насколько быстро, но мне кажется, он наиболее прямой, а если прямой, значит, он короче, понимаешь, да? Да. Вот, поэтому наиболее прямой путь, вот и все, а дальше процесс. Оль, можем двигаться к окончанию? Да, да, конечно, конечно. Расскажи об этих плюс-минус 40 минут, которые мы с тобой провели вместе, если можно, то с акцентом на твоем внутреннем состоянии. Ты знаешь, сейчас подожди, машину включу немножко прохладно, ладно? Ты знаешь, ну, хочу сказать, что первое, что это, первое, что это облегчение, прям почувствовала очень сильное, это и прям на физическом уровне, да, то есть прям выдох такой был, я прям поняла, что ну все, меня можно отменить, то есть можно не держать в голове, даже в компьютере можно не держать, то есть не нужно туда направлять уже энергию, внимание, а можно делать по-другому. Опять же, как я сказала, прям вот для меня это, наверное, самый короткий, самый прямой путь, как мне сейчас, то есть исходя из этого, я сейчас могу уже простраивать, например, даже прям нарисовать прямую на полгода, условно, поделить на 6 месяцев и прям примерно прорисовать, что это будет, ну, как это будет стратегия выглядеть. И по коммуникации, взаимодействию с людьми, там, условно, с участниками, с помогающим каким-то, да, условно, там, человеком, который занимается, помогает, да, так и по так и по финансовой части. Вот. Ну, то есть, смотри, для меня сейчас вообще прям вот все вырисовалось, как вот в этом кристалле, прям вот эта середина прям очень четко вот так вырисовалась, понимаешь? Вот. И это прям, я говорю, это опять же про фокус, то есть это про то, что все возвращается, весь фокус возвращается на что-то одно, потому что вот реально очень сильно как вот незакрытые гештальты, они забирают энергию, забирают фокус и идет такое, знаешь, как бы вот, ну, непонимание, чего делать, и вроде там надо, и здесь прям очень сильно отвлекает это, очень сильно. Как знаешь, что эти незавершенки все какие-то, да, то есть это вот, ну, по сути, это незавершенка и есть. Да, у тебя нету из тебя энергии каким-то образом. Да, 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 поэтому, поэтому, ну, короче, для меня сейчас вот прям реально это самый простой, самый реально прям простой, даже простой. А вот это вот, как бы сказать, вот этот весь путь, который мы с тобой прошли, да, когда отбросили второстепенное, сосредоточились на самом главном, ты его можешь каким-нибудь образом перенести на другие сферы своей жизни? Ты знаешь, вот предварительно, если, наверное, так я пока, это, наверное, очень много времени займёт, да, если на сферы, но предварительно я уже сказала бы, я бы сказала следующее, если на все сферы жизни, то это про то, что, опять же, то самый кристалл, про то, что я центр, да, и фокус, фокус, когда ты держишь на себе, то есть, когда ты слышишь себя и ты понимаешь, что не надо делать, не надо идти, неинтересно, не то, что неинтересно, а ты понимаешь, что это не твоё условно, да, и не хочется, вот что-то, саботаж какой-то там, ещё что-то, да, ну, значит, вот оставайся верна себе, то есть, вот ты центр. Вот, наверное, это, ну, такой про здравый эгоизм, то есть, не про то, что там я эгоцентрична, забею на всех и так далее, да, грубо скажем, а про то, что, наверное, всё-таки слышать себя, вот, слышать себя и не то, чтобы не предавать себя, ну, или хотя бы даже так, даже так, если назвать, не предавать себя, то есть, вот, ну, ну, если кому-то хочется, кому-то там, может быть, модно, может быть, надо, там, ещё что-то, ну, вот если нет, то, значит, уже надо услышать себя, вот так вот, я думаю, это, ну, опять же, это про все сферы, подводя итог и возвращая тебе твой прогресс, хочу сказать огромное тебе спасибо за то, что в такой атмосфере нам удалось, благодаря твоей смелости провести такую глубокую сессию, и всё-таки моё убеждение сработало, что нестандартные сессии в нестандартных местах приводят к нестандартным результатам, вот эта вот фишка с щитом мне прям очень, ты рассказывал, я прям перед собой видел, тебе удалось найти те моменты, которые для тебя действительно важны, что тебе важно получать в твоей профессиональной деятельности и обратную связь, что для тебя является второстепенным, что для тебя является важным, те убеждения, которые тебя ограничили, те, которые поддерживают, и как ты это можешь использовать в других сферах своей жизни. Ну, и в конце я хочу вернуть тебе твою фразу, которую ты сказала, нужно оставаться верной себе и не предавать себя. Да, Антон, спасибо тебе огромное, соглашусь со всем, что ты сказал, и особенно то, что нестандартное, да, вот как-то очень интересно всё начиналось, и потом таким образом всё, так всё разрешилось. И вот, да, вот этот борт, то, что, ну, то, что было до и то, что после, это абсолютно разные картинки, если честно, вообще разные картинки, так прям круто, волшебство прям настоящее. Вот, спасибо тебе огромное. Спасибо. А ещё последний, естественно, вопрос про запись. Да, согласна. Может быть, кому-то будет это в помощь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...